Здравствуйте! Вы смотрите программу ГУНТАР ТВНД. Сейчас у меня за спиной проходит заседание парламента. На данный момент депутаты приступили к рассмотрению шестого вопроса. Шестой вопрос – это проект закона о ратификации договора между Кыргызстаном и Казахстаном о демаркации государственной границы. На данный момент парламентарий предлагает провести рассмотрение данного вопроса в закрытом режиме. Во время рассмотрения именно в закрытом режиме какие вопросы рассматриваются? Нет ли каких-то политических уже заявлений относительно Каркара? Сегодня в повестке заседания вопрос ратификации соглашений по демаркации границ с Республикой Казахстан. И сейчас принято решение, что рассмотреть данный вопрос по просьбе правительства в закрытом режиме мы поддержали. Потому что действительно, когда такие вопросы рассматриваются, вопросы границ, вопросы – это носит секретный характер. Поэтому я думаю, что это было принято правильное решение. На самом деле, когда мы будем рассматривать, будут звучать различные вопросы. Я думаю, не только что касается вопроса демаркации, демилитации границ Кыргызстана. Я думаю, депутаты зададут весь спектр вопросов касательно границ. Почему всегда в закрытом режиме рассматриваются? Демилитации границ Кыргызстана. Демилитации границ Кыргызстана. Сегодня у нас в повестку дня вошел вопрос избрания судей Верховного суда. Какие вы лично ставите требования к суде? Какие у вас есть вопросы к кандидатурам, которые будут сегодня представлены? На сегодняшний день, начиная с президента, к судиям требования очень жесткие. Первое – это прозрачность, второе – это единообразие применения законов, и третье – это коррупция. И самое главное здесь – судьба человека. Если он виновен, то он должен нанести наказание. Но есть решение судей, когда невиновного осуждают. Есть решение судей, заключает под стражу на два месяца, но дальнейшая его судьба, он оправдывается. Никто не отвечает за его судьбу, за то, что он сидел в временном содержании под стражей. Вот такие есть моменты. Есть моменты, что первая инстанция, вторая, третья инстанция – три разные решения выносят. И применение законов идет по-разному, применяется. Вот эти моменты есть, это особые моменты в сегодняшней жизни. Я хотела бы услышать ваше мнение относительно требований ваших личных к судям и необходима ли реформа. Мы же практически каждый месяц утверждаем судей, одного судя или двоих. Но картина там не меняется. Дело в том, что судья – это не та должность, результат которой потом становится нам известным. Он не бухгалтер, не кассир, а он отправляет право в суде. И мы лишь, если сами не сталкиваемся с продуктом его деятельности, с приговором или решением, мы можем судить лишь посредством массовой информации, в которых общественные, отдельные граждане или авторы обращения к нам пишут, что недовольны решением такого родного судьи. Поэтому, когда нам представляют судью, в принципе, там рассматриваются его показатели. Мы лишь можем судить о тех показателях отмены вынесенных им уголовных дел, какие-то резонансные дела. Вот у нас на монету мы будем делать вывод. А так это не та должность, которая может отчитываться килограммами, тоннами, километрами. Специфическая должность. Нет. То есть, вы не видите, что судья Верховного Суда может внести какой-то свой вклад? Безусловно. Нет. Это же декларация. Это же в законе написано. Безупречное поведение, честное отправление. Все это требование написано в законе. Он должен честно работать, руководствоваться только за Конституцией и законом, и собственной совестью. А у нас судебные органы на протяжении 28 лет, 27 лет, руководствуются соображениями президента и его аппарата. Какой вопрос вы хотели бы задать кандидатам, и какие, на ваш взгляд, требования, в первую очередь, необходимы? Ну, в первую очередь, это, конечно, они должны быть абсолютно непредвзяты. К сожалению, на сегодняшний день судебная система, реформа судебной системы потерпела полный крах, на мой взгляд. И на сегодняшний день очень много жалоб от граждан поступают именно по судьям, по нечеловеческому отношению судей. Сегодня, кстати, будут такие суди, поэтому мы будем обсуждать все кандидатуры прям вот пофамильно. Очень много судей, которые, ну вот, как вы знаете, коррумпированы. И как раз-таки сегодня будет решаться судьба по поводу вот этих людей. А какой вопрос вы хотели бы задать кандидатам? Ну, я на данный момент изучаю этот вопрос, рассматриваю статистику. Получается, судьи принимают решения, и есть отмененные решения. И у некоторых судей вот количество отмененных решений, ну, очень большое. То есть более 15% у одного судьи. То есть это говорит о том, что он некорректно рассматривал судебные иски. И, ну, видимо, неправильные решения принимал, потому что следующая инстанция отменяла его решение. Поэтому как раз-таки по вот этим отмененным делам потом хотелось бы задать, конечно, вопрос по поводу того, были ли жалобы на него вот в совет по отбору судей, потому что это тоже очень важный фактор, на мой взгляд. Граждане обращаются, они жалуются именно конкретно по какому-то судье. И что это были за жалобы, какого рода жалобы. Какой вопрос вы хотели бы задать судьям, кандидатам, и какие относительно их деятельности профессиональные? Ну, там часто на сегодняшний день пять кандидатур рассматриваются на верховном суде. Ну, у меня, я сейчас как раз иду в кабинет, чтобы подготовиться, какие вопросы буду задавать. Ну, может быть, я общий вопрос буду задавать, как они смотрят на судебную реформу. Я хочу каждое мнение послушать, вот это, наверное, вопрос. А так, там расписано у него по деятельности общей. Ну, если депутаты будут задать, ну, мне больше волнует этот вопрос как судебная реформа. И хочу их мнение услышать. Удачной подготовки. Спасибо. Спасибо большое. И на этом программа Гунтар ТВНД завершена. После 14.00, после обеденного перерыва, будет продолжена трансляция заседания парламента по телевидению «Пирамиды». Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова